Ребят, всем привет! В этом ролике я расскажу вам о пяти лучших упражнениях, которые позволят вам накачать большие и сильные руки. Итак, поехали! Первое упражнение – это подтягивания. Все виды подтягиваний включают в работу мышцы спины, бицепса и предплечья, но в разных пропорциях. Например, при классических подтягиваниях в большей степени работают мышцы спины, а при подтягиваниях – обратным хватом. На самом деле при подтягиваниях обратным хватом можно включить и спину, и руки. Но чтобы включить в большей степени именно руки, нужно производить сгибания за счет рук и стараться не тянуть спиной. Тогда основная нагрузка уйдет на бицепс. Также для прокачки рук отлично подходит параллельный хват. И здесь немного большую часть нагрузки по сравнению с другими хватами получает предплечье. И запомните одно важное правило. Если тренируем руки, то сначала выполняем подтягивания обратным хватом, а затем параллельным. Если вы будете сначала подтягиваться параллельным хватом, то рискуете быстро забить и вывести из игры предплечье, что не позволит качественно нагрузить бицепс при подтягиваниях обратным хватом. И отказ будет наступать из-за отказа предплечья, а не бицепса. Поэтому сначала обратный хват, затем параллельный. Следующее упражнение – это отжимания на брусьях. Если при подтягиваниях обратным и параллельным хватом мы включаем в работу бицепса предплечья, то отжимания на брусьях включают в работу трицепс. Трицепс, кстати, анатомически гораздо больше бицепса, и поэтому может дать руке основной объем. Старайтесь отжиматься на узких брусьях, широкие больше подходят для тренировки грудных мышц, а локти прижимайте ближе к корпусу. Следующее упражнение – это жим узким хватом. Он, как и отжимания на брусьях, отлично включает в работу трицепс, а заменить его на спортивные площадки или в домашних условиях можно на обычные узкие отжимания. Принцип тот же – локти максимально прижимаем к корпусу. Следующее упражнение немного необычное и всеми забытое, тем не менее эффективное. Я бы назвал его накручивание. Берете любую палку, привязываете к ней веревку с грузом, кладете руки на возвышенность и накручиваете веревку на палку за счет предплечий, а затем опускаете вниз. Я вас уверяю, после парочки подъемов и спусков вы почувствуете свои предплечья как никогда раньше. Рекомендую попробовать. Ссылки на все мои программы тренировок и упражнения на различные мышечные группы в зале и в домашних условиях вы найдете прямо под этим роликом. Там же вы найдете ссылку на мой телеграм-канал и рекомендации по спортивным добавкам. А с вами был Александр Добромиль. Пока!